Всем привет! Друзья, в начале декабря видео новогодний марафон я вас просила посоветовать мне очень хороший погружной блендер. Спасибо всем огромное, кто откликнулся на мою просьбу. Многие в комментариях писали мне, что нужно покупать блендер фирмы Bosch. Я также сделала опрос на этом видео и многие проголосовали за фирму Bosch. И в новогоднюю ночь под елочку Дедушка Мороз сделал мне чудесный подарок. Вот такой вот погружной блендер фирмы Bosch, модель Ergomix и серия MSN67140. Этой модели очень много, только вот серии разные. Каждая серия идет со своей комплектацией. У меня вот самый погружной блендер, чаша для блендера и измельчитель. Мощность этого блендера 750 ватт. Производитель написано сделано в Словении. Выглядит просто чудесно. Коробочка красивая, прочная. Давайте посмотрим, что находится в этой коробке. Всякие такие детали. Это гарантийный талон, инструкции. Здесь вот две инструкции. Одна инструкция идет именно для блендера, а вторая инструкция идет для комплектующих. Инструкция также есть на украинском и на русском языке. Здесь все понятно, все доступно, можно почитать и ознакомиться. Вот именно сам блендер в таком вот кулечке. Достаю его. О, какой красивый. Вот так вот он выглядит. Вот шнур к нему идет. Чаша для блендера. Дальше ролимся, смотрим, ищем. Еще бумажечка. Крышечки идут также сюда в комплекте. И это у нас измельчитель. Он упакован в бумажечку. Вот такой измельчитель. Вот так вот все это выглядит. Это весь набор. И сейчас по каждому элементу я вам все подробно расскажу и покажу. Сам блендер, как и впрочем и все блендеры, состоит из корпуса с мотором и ножки. Корпус выполнен из такого вот приятного, качественного пластика. Сверху корпус прорезиненный, что очень удобно. Рука не будет скользить по блендеру. Блендер не сильно тяжелый, но не очень легкий. Он чувствуется в руке, но его очень приятно держать в руке и не тяжело. Есть вот две кнопки. Включить и выключить. Нажали пальчиком, блендер работает. Пальчик убрали, все, блендер уже не работает. Есть турбо режим. Также очень легко все нажимается. Блендер имеет 12 скоростей. Вот так они переключаются. Очень легко крутить, без всяких щелчков. Вот так они переключаются. Красиво очень выглядит. Ножка. Она снимается легко. По бокам есть две кнопочки. Вы их нажимаете, они нажимаются легко. И все, ножка снялась. И также очень легко и удобно она одевается. Все, ножку одели. Пазл, куда одевается ножка, он выполнен из пластика. Но довольно прочный пазл. И штырь, который вот внутри идет. Который одевается в паз. Он выполнен из металла. Ножка также выполнена из металла. Качественно такого металла. Ножи очень острые. Так что аккуратно. Видите, вот и легко оделась. Шнур. Шнур не короткий, что немаловажно. Так как в некоторых моделях есть очень такие короткие шнуры, что нужно стоять чуть ли не возле самой розетки. Он длинный, больше метра. Также в блендеру идет чаша. Выполнена из качественного пластика. Объем чаши 600 миллилитров. Ну, чаша есть чаша. Приятная, красивая и удобная. Измельчитель. Измельчитель состоит из крышки и чаши. На чаше есть два замочка. Вот один замочек с одной стороны и с другой стороны. Очень легко крышка снимается. И все сняли. Одели, попали в замочек, прокрутили и все. Крышка закрыта. Крышка выполнена из пластика. Полностью вся пластиковая. Написано, что крышку под водой мыть нельзя. Вытерли ее и все. Чаша выполнена из качественного пластика. Очень прочная. Объем чаши приблизительно 800-900 миллилитров. Дно чаши прорезиненное, что очень удобно. Когда вы будете работать, чаша не будет ездить по столу. Смотрите, как оно хорошенько фиксируется. Нож. Вот такой нож в измельчителе. Нож очень острый. Я уже проверила на себе. Что-то я измельчала. Потом я помыла нож, вытирала его полотенцем. И нож благополучно прорезал плотное полотенце и мой палец. Слава Богу, все нормально, все уже зажило. Так что с ножами очень аккуратно. Ножи очень острые. Будьте очень аккуратны и внимательны. И очень удобно. В комплект идут две пластиковые крышечки. Одна поменьше. Она для чаши от блендера. И вторая крышечка чуть побольше. Она для измельчителя. Вот вы приготовили, что вам нужно. Например, смузи. Оставили смузи в чаше. Закрыли крышкой. Крышка закрывается щелчком. Очень хорошо, плотно. Ничего не ездит. И в таком виде готовый продукт поставили в холодильник. А когда нужно, то тогда достали его из холодильника. Также вот и измельчитель. Приготовили, что вам нужно. Например, фарш. Мясо измельчили. Закрыли. Все крышкой. Нужно поставить. Так будет удобней. И все. Все закрыто. И в таком виде отправляете в холодильник. Сейчас я вам покажу, как блендер работает. Я поставила самую минимальную скорость. Нажимаю. И вот так вот он работает на самой минимальной скорости. Работает очень тихо. Теперь я буду постепенно скорость увеличивать. И вы услышите, как он работает. Даже на самой максимальной скорости он работает не громко. Я бы сказала, даже тихо. И теперь я включу турборежим. Действительно, турборежим быстрее работает и более мощнее, чем блендер работает на 12 скорости. Послушайте, вот 12 скорость и вот турборежим. Вот так работает блендер. И теперь я вам продемонстрирую, как работает измельчитель. Снимаю ножку блендера. Беру чашу измельчителя. Нож нужно ставить в первую очередь. Вы ставите нож и только тогда в чашу закладываете определенные продукты. Таким вот образом сначала положить продукты, а потом закладывать нож. Так вот лучше не делайте. Так вы можете сломать свой блендер. Сломать вот эти вот части, которые находятся вот сверху. Теперь я одеваю крышку. Так, очень легко. Вставляю корпус. И измельчитель, конечно, работает немножко громче. Это я работала на 12 скорости. Вот я переключаю. И это шестая скорость. И вот это самая минимальная скорость. И вот турборежим. Турборежим вообще очень мощный. Блендер работает очень хорошо и приятно. Так, и вот таким вот образом все разбираем, снимаем, достаем. Да, с таким блендером работать одно удовольствие. Надеюсь, вам понравилось видео и было для вас полезным. Спасибо всем огромное за ваши советы. И за то, что помогли мне выбрать этот чудесный погружной блендер. Я надеюсь, он прослужит мне очень долго. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Оставайтесь вместе со мной. Я желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok